Всем большой привет и это моя монстера варьергатная. Да, сегодня видео не про орхидеи. Вот такая прелесть. Купила я ее приличным черенком таким у своей орхоподруги. Большое ей спасибо за эту прелесть. И сначала она у меня сидела задумчиво и не сразу начала растить новый лист. Растила не быстро. Я понимаю, что она адаптировалась к моим условиям. Вот и вообще я ее купила сейчас, честно говоря, не помню, в октябре или в ноябре. Где-то так. И она осваивалась. Поставила я ее на подоконник, который у меня сопряжен с балконом. То есть это окно на балкон на кухне. Оно широкое. У меня там стоит мой огромный замиокулькус. И на этом окне со стороны именно балкона, где орхидеи, стоит полка с досветкой. Поэтому эта монстера все время наравне с орхидеями получает досветку. Вот. И я делилась уже на себя в соцсетях. Первая моя прорезь на листике. Супер вообще. Просто класс. Я очень-очень рада. Я очень ждала эти красивые резные листья. У меня их, как видите, уже много. Один лист пожелтел, засох, отвалился. И вот один лист. Вот я косые ручки при пересадке, когда вставляла в эту лесенку, обломала. В общем-то, вот такая бедося. Но ничего страшного. Листьев достаточно. Мне они очень нравятся тем, что, посмотрите, они все разные. И они такие обалденные. И рисунок, вот когда трогаешь, и когда смотришь вживую, он объемный. Он негладкий, этот лист. Это очень-очень круто. Очень красиво. Тут, к сожалению, вот не так ярко смотрится. Даже свет не помогает. Но листва гораздо ярче. Все-таки красная стена дает свое. Немножко она ворует цвет, скажем так. И вернемся к прорезям на листьях. Прорези у нас появляются... Вот здесь многие спорят, когда растения достигают достаточно взрослого возраста. А когда это происходит? И на каких условиях? Некоторые говорят, надо, чтобы на монстере было как минимум такое-то количество листьев. Другие говорят, нет, надо, чтобы он ей было столько-то лет. А третьи говорят, что если срезать черенок уже с резными листами, то дальше листья будут идти резные. Но на самом деле я видела много различных случаев, когда срезают с резными листьями, а растет не резный. Срезают вроде бы всего пара таких, и потом сразу идут резные. Во-первых, я заметила, что многое зависит от размера листа. На небольших листьях прорези особо нет. Но зачем они появляются? Тут очень-очень много разных мифов, легенд, слухов. В общем, много разных причин. Я считаю, что на самом деле все они имеют место быть, потому что где растет наше растение? Это наше растение сосед, скажем так, с нашими орхидеями в лесах. И вот смотрите, видите, у нее есть эпифитные корни, и она в принципе лиана. Да, она взбирается по деревьям эпифитно, вверх, при том, что основная корневая у нее может сидеть в верхнем слое под лески. Так, и даже вот когда происходит облом ствола, верхняя часть, которая цепляется за деревья корнями, она не гибнет, она может дальше расти. Поэтому, в принципе, она эпифитная. Я согласна с теми, кто так говорит. И, соответственно, тут тоже надо регулировать от этого посадку, уход, как она растет, где она растет. Ну, в общем, я уже отвлеклась. Она растет вверх по дереву. И следующие листья все выше и выше. И получается, она же сама же своими листьями, очень большими у монстра, огромнейшие листья, делает тень нижней части себя же. И вот, собственно, одна причина, которую озвучивают, почему есть прорези в листьях, это для того, чтобы пропускать солнечный свет. То есть, фильтрованный солнечный свет спускается вниз, и растение на всем своем уровне, по всей своей длине, высоте получает солнечный свет. То есть, не устраивает кромешный мрак в лесу своими лопухами. Так. Следующее это то, что так растение себя бережет. Потому что, вот представляете, такой огромный лист, огромный парус монстера в лесу, и начинается дождь. Просто бы этот дождь разорвал бы эти листья. И плюс, опять-таки, влага должна поступать и вниз, она должна орошать и то, что растет внизу. И для этого тоже есть вот эти самые прорези, которые пропускают эту воду легко, и которые не дают эти листья повредить, не дают их разорвать. Вот. И вы знаете, вот мне кажется, что обе эти истории имеют место быть, потому что это годы эволюции, растение приспосабливалось, и это все-таки такие своеобразные механизмы защиты этого растения. Также я слышала теорию о том, что эти прорези, скажем так, они не дают листьям сгорать на солнце, то есть не дают им перегреваться, более охлаждаются за счет своей формы ветром. Ну, тут, не знаю, надо задуматься, подумать об этом. Ну, вот мне очень нравится теория о прорезях, о том, чтобы не создавать кромешную тьму в нижней части леса, и о том, чтобы пропускать дождь и не быть травмированным этим самым дождем, быть более гибким. Вот так вот. Ну, теперь все, теперь я жду, 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 когда же у меня будут вот эти вот красивенные монстеровские листья, потому что вот это, конечно, очень красиво, это бомбезно, это супер, но я все-таки убрала монстеру, потому что я хочу вот те шикарные резные листочки. Так, и еще, давайте так, честно, я очень люблю монстеру свою, я люблю свои ароидные, но я не фанатею по ним, так как по орхидеям у меня нет вот этого вот докопаться, дочитаться. Я, конечно же, почитываю, смотрю видюшки, но я уделяю этому гораздо меньше внимания и времени, и значения, чем орхидеям, поэтому я вам здесь не смогу особо что-то прям вау рассказать, открыть глаза и прочее, прочее. Вот так вот просто делюсь. И посадка. У меня вот так вот в горшочке и в кашпо. У меня внизу изначально был керамзит, кстати, вот я на днях не пересадила, а именно перевалила. У меня там универсальный грунт, корешочки, в перемешку с корой для орхидеи. И сверху у меня мох, потому что оно прям сильно пересыхает, а этот мох позволяет не так быстро просыхать верхнего слоя субстрата. Тут уже все так перемешано. Кстати, очень много воздушных карманов. Здесь не видно так. Вот видите, не плотно к стенке грунт прилегает, а есть там пустоты. Это достаточно важно. И у меня там достаточно много коры. Как бы не пополам-напополам. То есть половина земли, половина коры. Вот. И, судя по всему, ей очень-очень это все нравится. И вот хочу сказать, что она свои корни опускает в грунт дополнительно для питания. Такие вот еще растит. Но она все время норовит заползти в соседа. У меня стоит сбоку замиокулькус. И он растет у меня. Давно я его посадила в чистой земле. Вот ее все время туда тянет. Там, видимо, влажнее. И она туда вьется своими корнями. Вот такая вот красотулечка Монстера. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. И пока-пока.